Добрый день, сегодня прогоним пару матов от турки по фамилии Четин, который накуканивает тян сотнями на зло всем лиственникам. Короче, пишите комментарии и ставьте лайкосики. Ну вот, хотя мне сложно, но приходится. И для этого ему не нужны ни кубики пресса, ни мощная челюсть. В чем же тогда секрет? Изначально люди предполагали, что достаточно смуглой кожи для того, чтобы накуканивать тянутся в сотнями, но нет. Все немного иначе. Анонимусы обнаружили его фейсбук, где он пишет Выяснилось, что он находит тянок на сайтах знакомств и предлагает 750 долларов за 6 дней или 3-4к долларов за месяц. Но даже после таких пруфов находятся люди, которые убеждены, что это все не из-за денег, потому что у него старая Toyota Avensis, телефон Xiaomi, небогатая квартира. И вообще он обычный торговец на рынке. Но на самом деле никто не отменял замануху и дальнейший обман тянусов. Например, он обещал заплатить 3к долларов за месяц. По приезду он дает тянке 300 или там 500 долларов, а остальную сумму обещает дать в конце вояжа. Когда вояж подходит к концу, он теряется, на звонки не отвечает и тян из засранска 151 поедет к себе обратно без оплаты. Может быть такое. Есть и другой варик. Он просто спускает все деньги на тянок. А может приторговывает еще чем-то помимо одежды. Алина, ты мой радуга. Ты мой бернан. Как-то я тебя вижу. Мое сердце дюм-тюм, мой кукуруза дюм-тюм. Да? Нет. Почему? Поэтому. Давай. Ты мне купишь? Купишь? Разумеется, многих из числа его клиенток нашли. Некоторые из них оказались вебкамщицами, некоторые бывшие вебкамщицы, некоторые эскортницы. И что характерно, многие из них уже состоят в браке, рожают детей. Когда до ведома мужа одной из клиенток Четина донесли ее голые фотки с этим товарищем в обнимку, муж заявил, что это все туфта. Если кому-то пишут дичи моей жене, просто забейте. И вместо того, чтобы вышвырнуть ее на мороз, после таких вестей он тупо затерпел. И насколько я знаю, это типичная ситуация. Все эти деанонимизации, разоблачения куртизанок жен в большинстве случаев никак не влияют на отношение мужей к ним. Мужья тупо терпят, что как бы нормально, так как она не такая. Да и про ленивирус забывать не стоит. Да в общем-то и все. Не видят смысла в интимных отношениях с партнером, если не получают от них материальных выгод. Еще пример. Количество куртизанок в РФ в 2013 год. В России куртизанками являются около 1 миллиона человек, заявил замминистра МВД Зубов. По экспертным оценкам, размах куртизанства равен примерно миллиону человек, при этом от 150 косарей до полумиллиона это несовершеннолетнее. Что касается нашего времени, то к 2020 году официально в этом бизнесе состояло около 2-3 лямов тянусов. Так что вы задумайтесь об этих цифрах. И в них зафиксированы только те, кто работает официально, скажем так. Это те, которые на трассах стоят, в саунах работают, в барах, на различных сайтах, всякие там индивидуалки и так далее. Это те, которые официально заявляют о своем роде деятельности. Здесь не учитывают всяких вебкамчиц, инстагрумных эскортниц, просто содержанок с папиками, всяких путешественниц, которые ездят к папикам-иностранцам в гости за деньги. Вот как к этому Четину, например. Или же просто путешественницы, которые с подругами ездят в Египты, всякие, Турции, и там спят с аниматорами и официантами, пока их мужья в танки играют. Так что да, ситуация действительно плачевная, но меня, например, это не удивляет. Меня удивляет, например, почему на чемпионате мира 2018 у многих так бомбило из-за поведения тянок. Я абсолютно не понимаю этого. Ребята, откройте интернет, зайдите, например, на сайт Так за спонсор. Там много историй о дорогих эскортницах, в том числе и западных стран, которые соглашались на всякое. И на сношение с верблюдами за 30 тысяч долларов, и гэнгбэнги, и всякие другие мерзительные вещи. Так что, поверьте, сношение с лысым турком за 700 долларов в неделю, это еще не худшее, что есть на рынке секс-услуг. Некоторым, возможно, действительно обидно, что тянки ныне такие пошли. Ну да, есть такое, но повлиять на это никак не получится. Я, например, вообще нахожусь в тотальном отрицалове, ТНН и так далее. Я вышел из этой бессмысленной игры. Но если вы все еще принимаете участие в этой гонке на выживание, то почитайте хотя бы так за спонсор и поймите суть вещей. В какой реальности вы живете сейчас. И, возможно, хотя бы у некоторых спадут розовые очки и желание возводить рандом-тян на недостижимые высоты. Не пизди мне, хуйню. Зато Четин умеет стоять на голове, и все вокруг рукоплещут его изяществу. А я, например, аутирую за пекарней, и мне норм. Тебе не получится, понимаешь, что надо заниматься до 20 лет. Но есть и другая сторона медали. Это общее обнищание и бедность стран СНГ. Это тоже одна из причин, почему здешние тянутся так охотно прыгают на иностранцев. И не только за деньги, а и бесплатно. Просто поиск и надежды на лучшую жизнь. Для многих из них выходом является выйти замуж за обеспеченного человека, так как мамки им в голову вбивают программу про принца на белом коне с детства и так далее. Так что да, неплохой вариант для многих это любой иностранец, пусть даже бразилец, аргентинец, португалец. Но все, лишь бы свалить из ненавистной им страны. По этой же причине многие тянки охотно прыгали на иностранцев на чемпионате мира 2018. И даже Шевцов, господин Шевцов, отреагировал в своей телеге на эту историю про Четина и написал. Я удивлен. У Чела 14 тысяч фото в контакте с русскими и украинскими бабами, с которыми он просто пьет турецкий чай в Анталии. Я закрыл его альбом от опасения, что найду там своих родственниц. Ну короче, вы поняли. Вот такая сказка про белого бычка, ребятки. Ну а вы и дальше верьте в сказки и становитесь на колени перед рандом-тянками. Как можно больше и чаще. Короче, на этом все. Ежели чем надо, вопросы будут или поругаться, но захочется, пишите мне по адресу. Город Москва, Кузнецово, 3А. И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова